яков был пастухом давид царь давид был кем пастухом вообще чем занимались пастухи по большому счету пасли ну как они вот пасли вот выгнали мы на пастбище дальше как мы а злых не было волков волков злых еще не было нет о лежали на траве служите ну вот вот я прошу прощения вы в селе когда-нибудь были были чем занимается пастух коров идет все время да он именно вывел и лег потом когда корову приперла молочко она понимаешь и надо жить и обратно чтобы ее подоили вот он именно проделывает этот обратный путь чем он занимается вот когда он пришел не чем сидит ничего не делать ничего не делать а рядом его родной брат пашут чтоб вы думали о том работники во время того как я именно пашу а он отдыхает работник нехороший человек по справедливости надо было бы поменяться чтобы завтра он пахал а я именно пас ну и так чередоваться ну так было правильно ну так по-честному но один из братьев именно шо пашет а вторую ничего не делает представить справедливо это я значит пашу потом не приходит хорошая идея в голову я ее именно реализовываю меня именно не принимают а этого бездельника и здесь шо обошел хорошо получается по-моему несправедливо вообще ну помню понятие справедливость это не относительное понятие а с точки зрения кайна может быть это было несправедливо но в общем то вопрос не об этом ощущение как ваши были бы нереально послушайте если бы я был на месте алина было бы все хорошо я вот считал бы что жизнь удалась но если бы я был на месте кайна я бы не знаю какие нежные чувства я испытывал по отношению к брату который целыми днями лежит и смотрит как я пашу понятно что меня вторая часть в общем то заключалась в следующем проблема в том что как правило народы которые занимались земледельнием в этих народах возникали культы связанные с поклонением природным силам потому что вот у вас есть поле и к примеру засуха куда вы можете пойти ну куда вы пойдете ну засуха вот поле что дальше пастух поднялся и что перешел он пошел в другое место в другую пастбище в другую страну в другой реке он достаточно что мобилен а вам извините не повезло только надо просить чтоб пошел дождь а если идет дождь опять ему ничего он сел себе под дерево именно дождь идет трава растет у него жизнь удалась под деревом а я шо мне шо делать вырастет что то сгниет на корню опять я опять надо молиться чтоб дождя непонятно то есть то нужен он то не нужен короче нужен и чтоб в правильное время был он тот дождь и потом по расписанию причем тому которому мне надо ну не мне конечно чтобы она выросла но в общем-то земледельцы понимает свое зависимое положение от природных стихий и лишний дождь плохо и засуха плохо и жара плохо и мороз плохо то есть есть достаточно ну как бы узкий диапазон когда хорошо и хорошо должно быть в правильной последовательности то есть по весне должен быть дождь а осенью его не надо после того как я собрал только урожай да потом должно быть солнце но не в начале уже в начале солнце тоже плохо то есть ну да причем солнце желательно умеренно чтобы была правильная температура чтобы не пересушила землю и чтобы вот сначала тепло а потом дождь а потом опять тепло то есть должен быть какой-то график и он не может повлиять никаким образом на этот процесс понятно да и поэтому в общем то те народы которые занимались земледелием осознавая свою зависимость они создавали культы поклонению природе понятно да понятно нет и так чтобы вы даже не переживали бог зная это в законе израиля специально делают одну там там несколько постановлений которые предотвращают поклонение стихиям мира к примеру заповедь о годе шмиты когда ничего не надо было сеять когда земля должна была отдыхать и бог говорит послушайте кто вас заботится земля или я я вас позабочусь не сеять отдыхать и того что вы собрали вам хватит на то время когда вы будете отдыхать здесь надо было договариваться со стихиями мира или верить бог понятно да то есть бог знал о том что в израиле могут появиться тоже светлые мысли и чтобы они не появлялись он дает специальные заповеди показывая израиль что не зависит не от стихии мира а от него здесь понятно и так ментальность у скотоводов и у людей которые возделывают землю она абсолютно разная и мы знаем о том что египтяне не очень хорошо относились к евреям из-за чего потому что не были пастухи а египтяне были земледельцы и оказывается род занятий в общем то может иметь некоторое отражение в отношении к другим людям которые занимаются другими занятиями влиять влиять думаю же конечно в большей степени я утрировал описывая отношения между двумя братьями да может они не были такими но во всяком случае мы можем сказать что отношения не были такими ровными как хотелось бы и видно что они закончились весьма печально и что заботило что заботило каина после того как он совершил убийство несправедливое наказание ныне проклятые от земли которая отвезла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей когда ты будешь возделывать землю она не станет более давать силы свои для тебя и ты будешь изгнанником и скитальцем на земле и сказал каин господу наказание моё больше нежели можно снести о чем идет речь каин говорит вообще ты несправедливо со мной поступаешь ты как-то вот это меня наказал и я считаю что неправильно оно больше чем я могу вынести неплохо было бы чтобы наказание было такое которое я могу вынести а ты как-то погоречился это похоже на раскаяние что его интересует будущее или прошлое его мало интересует его поступок его интересует что будет с ним происходить в дальнейшем вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли и от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле и всякий кто встретится со мной убьют меня опять что его интересует его будущее и сказал ему господь зато всякому кто бьет каина отомстится все меры и сделал господь каину знамение чтобы никто встретившись с ним не убил его то есть куда направлены вообще все помыслы человека на себя в будущем понятно почему я говорил о том что каин приносил дар свой куда в будущем и когда мы слышим проповедь о том что ребята давайте и дастся кому вам и вам будет хорошо вы сейчас немного дадите а потом вам как отсыпят меры доброй нагнетенной утрясены утрясены все у вас хороших будет хорошо сейчас сюда немного положите и так начнется бог именно как откроет небеса именно для вас и когда люди вот это ждут когда именно они откроются они не открываются они все сеют и сеют а она именно не растет люди куда попадают куда они попадают разочарование они говорят слушайте мне обещали что я приду здесь дам немного и у меня жизнь наладится а именно она не налаживается я все даю и даю и все ждумаю когда начнется а оно никак не начинается по моему меня здесь что обманули понятно о чем идет речь идет речь о рулетке дайте немного чтобы получить много для кого для меня красиво я согласен не красиво не хорошо как то получается если все было так просто дал немного а тебе за это вот так конечно красиво но не работает вот же в чем проблема так не получается если людям такое рассказывают потом у людей легкое разочарование их понимают что их развели просто на деньги а именно они пришли договорились уже практически с Богом уже все дали наперед предоплату а оно все не наступает они уже предоплату дали им говорит послушайте вы мало дали надо еще вера без вера да сумма маленькая покажите настоящую веру если сумма будет большой он сразу видит что это большая вера именно деваться будет некуда ему он даст именно еще больше чем дали вы же его испытаете по-настоящему что вы положили там какую-то тысячу несчастных долларов что это здесь есть в зале люди которые могут пожертвовать десять тысяч я чувствую не слышали таких проповедников слышали они именно чувствовали что есть есть еще порох в пороховницах у некоторых именно что потом с ними было которые пожертвовали именно некоторые квартиры которых потом у них забрали послушайте это обман это элементарный обман когда вам говорят дайте чуть-чуть и Бог вам даст еще больше где такое в писании было Бог говорит я благословлю тебя но Бог как это ни странно благословляет даже плохих и злых людей солнце встает и над ними тоже и Бог благословляет нас не потому что мы ему дали а потому что он нас любит и он никому ничем не должен потому что все что мы имеем оно пришло к нам от и когда вам рассказывают о том что ну именно он вынужден будет просто вас благословить если вы ему принесете то ему просто некуда деваться он просто обязан это брехня понятно о чем я говорю интересно я вам отвечу на этот вопрос вы знаете от кого наши пенсии вы знаете хорошо сравнивать себя с американцами а вы не пробовали сравнить себя и задать вопрос от кого наши пенсии ну сравнивать себя с Зимвабо Кампучей Камбоджа не пробовали а давайте попробуем и от кого-то это наши пенсии да и от кого они тогда а ну уже начали поднимать глаза на сегодняшний день мы живем в 21 веке и вы знаете посмотрите телевизор есть люди у которых нету крыши над головой есть такие люди есть такие люди которые живут не имея окон и дверей заодно тоже и я не шучу спросите у вашего раввина он был в таких странах и я был в таких странах когда я приезжал 21 век на дворе глинобитные хаты без окон и без дверей а в городе ну это шикарное жилище из картона и вы знаете они вообще не знают такого слова пенсия то есть государству мягко говоря наплевать за какой счет они доживают свою страну от кого наши пенсии вы хотели спросить уже не спрашивать правильно главное правильно выбрать правильную точку отсчета и тогда появляется чувство благодарности если не выбираем правильную точку отсчета куда ты смотришь а когда посмотрел по сторонам и слушай так отлично я вообще ничего не имею против хорошо что так понятно да еще по моему не до конца еще раз от этого не легче я вам скажу побойтесь бога потому что вы знаете я в таких случаях иногда рассказываю один жизнеутверждающий анекдот встречается два товарища один в общем то хорошо устроился в жизни все хорошо а второго не очень он такой грустный идет навстречу что такое лучше не спрашивай ну вообще все плохо и на работе и дома и с деньгами везде со здоровьем тоже не очень послушай жизнь как зебра сначала черная полоса потом будет белая не переживай через некоторое время встречается он еще идет как туча слушай что случилось то была белая полоса я вам хочу сказать если бы не он я бы точно не выжила вот хорошо хорошо я вам скажу смотрите чтобы вот это не было белой полосой просто помолитесь и оцените все может быть жизнь как полоса сначала черная потом белая может быть не все так плохо может быть будет все лучше благодаря ему за все еще раз послушайте я не понимаю послушайте вы ну как то странно это важные вещи послушайте это фундаментально важные вещи в вашем понимании послушайте вы вместо того чтобы благодарить задаете вопрос откуда это у меня и тут же начинаете свидетельствовать если бы вы простите не имели такой маленькой пенсии он бы смог вас благословить вы бы нуждались в его благословении если бы у вас было много денег вы бы нуждались в дополнительном нет вы бы испытывали то чувство благодарности которое вы испытываете сегодня так может спасибо государству за то что у вас такая маленькая пенсия писание говорит за все что делаете благодарите ну так научитесь это делать ищите всегда за что вам было благодарить а не задавайте вопросы куда он смотрит он правильно смотрит он все видит знаете у него есть такая особенность он все видит и он бог какой справедливый и он поступает по отношению к вам каким образом и намерение его по отношению к вам во зло или во благо ну есть вообще повод не задавать себе глупых вопросов понятно да с вами не случается ничего случайного в тот самый момент в тот самый момент когда вы думаете что это случай знайте вы ошиблись ничего случайного нет по богатству могущества его у него ничего не выбывает то есть он совершенным образом все контролирует вы не поверите писание говорит нам что у вас все волосы на голове не то что ваша пенсия он посчитал не только ваши деньги но и волосы да он говорит и ни один что не упадает так он может в курсе сколько вам денег приносит аллилуйя 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 я чувствую такие правильные выражения начали появляться на языке главное правильным руслом задать направление да и так случайности нету и когда мы чем-то недовольны мы забыли о том что намерение его во благо а не во зло послушайте он думает о нас и думает как бы нам сделать хорошо за что за что к ним за что к нам такое отношение за что именно вопрос в чем вопрос в том что он нас просто любит и правильное отношение что такое человек что ты помнишь его и называешь его по имени что такое человек пар являющийся на короткое время а ты творец помнишь его называешь по имени беспокоишься о нем размышляешь и думаешь что бы мне сделать для него хорошим и то когда нам чего-то не хватает как это ни странно это хорошо для нас к сожалению мы эгоцентричны к сожалению мы знаем лучше что нам надо дети есть вот они точно знают что лучше чтоб я им дал вот если я приду и спрошу сынок что тебе он быстро мне перечислить я скажу что вот этого тебе не надо это тебе будет плохо и это тебе тоже на пользу не пойдет на тебе вот это он говорит этого я и знаете я периодически понимаю что я маленький ребенок иногда прошу того чего он мне не собирается давать но он говорит проси проси сынок проси если ты будешь всегда в молитве прошения с благодарением открывать свои желания то тогда я тебе отвечу каким образом мир божий который превыше всякого ума соблюдет твое сердце и помышление во Христе Иисусе он не обещает что он мне все даст так что смотрите чтобы не было как в том старом анекдоте хорошо уже все вы были на шаббате да слышали анекдот про золотую рыбку нет я что не рассказывал анекдота про золотую рыбку поймал мужик золотую рыбку хочу чтобы у тебя хочу чтобы у меня все было золотая рыбка ему говорит у тебя все да смотрите все хорошо и за пенсию хорошо и так возвращаемся к Айну и Айвелю расслабились немножко теперь возвращаемся к Айну и Айвелю и теперь пойдем быстрее немножко стало понятней направление в будущее направление в прошлом когда творение понимает что оно зависит от творца и все что оно имеет это по милости божьей тогда за все благодарим когда понимаем что мне чего то не додали особенно если есть с кем сравнивать тогда наступают определенные проблемы если ты благодаришь за то что ты получил все нормально и если ты договариваешься на будущее твой дар еще и при этом не приняли это катастрофа понятно да и так дары направленные в будущее это фундамент язычества дары направленные на умилостивление божества это язычество понятно да истинная вера начинается с отношений и благодарности истинная вера начинается с отношений и благодарности и это вера до сегодняшнего дня говорит к нам еще понятно да истинная вера это выражение благодарности это взаимоотношение с творцом дары направленные в будущее для умилостивления божества это фундамент язычества понятно да следующий человек о котором мы будем размышлять который совершил материальное приношение Богу и в первый раз мы встречаем в Библии слово жертва жертва всесожжения был кто у нас Ной и то что он произвел было настолько невероятным что Всевышний посмотрел и воспринял это действие как приятное благоухание да и заключил с Ноахом и его потомками завет меня он всегда интересует вопрос приятное благоухание да у Бога что с обманением что то не так все так ему что нравится запах паленого мяса вы когда нибудь слышали этот запашок когда все сгорело когда шашлык сгорел слышали этот запах нравится а ему нравится или может быть что-то другому доставляет удовольствие и радость не обоняние да хорошо с запахом у него все нормально итак что делает Ной Ной попадает в ситуацию в которой не был ни один человек кто из вас был в ситуации когда Бог его спас ну не все но многие из нас были в таких ситуациях когда Бог его спас и Нойта даже это делал сверхъестественным образом вы знаете в отличие от Ноя в отличие от Ноя ситуация была ниже следующей у всех было хорошо у вас было плохо понятно да у Нойта была ситуация с точностью наоборот у всех было плохо у него хорошо представляете что он переживал когда все умерли а он и его семья остались жить ну что нормально его жертва она имела бы смысл если бы до того он принес и вот всегда все было бы на местах он принес именно жертву всесожжения а Бог его за это что спас но мы знаем что такой последовательности не было сначала Всевышний его спасает а потом первым делом все что он делает начинает строить жертвенник и приносить жертву какой смысл с рациональной точки зрения есть смысл благодарность рациональная вообще штука а что тут рационального скажите мне пожалуйста влияет это на исход рационально я дал оно произошло это понятно а если оно произошло то что доволь какой смысл вы знаете Бог больше никогда такого не делал то есть в следующий раз он никого не топил чтобы именно он опять его сказал спасибо так к чему же это все к чему же тогда побудило оно его благодарность побуждает сделать еще раз то же самое он топит выйти на встречу спасти а что еще раз выходил на встречу не ему так не не понимая он сказал спасибо а детям вышел на встречу но он жил долго не согласен да скажите пожалуйста а хам жил долго а его внук который был проклят понятно о чем я говорю не всегда есть прямая связь когда вы благодарите вы не размышляете над тем что что вам за то что вы сказали спасибо еще сделают хорошо это благодарность которая направлена куда на себя будущее на себя это фундамент чего у нас еще раз благодарность должно направлено быть куда прошлое это отношения послушайте благодарность это взаимоотношения я говорю спасибо потому что у меня есть взаимоотношения да как это ни странно я понимаю свою зависимость я имею благодарное сердце я собираюсь продлевать эти взаимоотношения я знаю о том что он добрый но при всем при этом в общем то иногда поступает со мной таким образом как мне не нравится еще раз он добр но поступает иногда со мной таким образом как мне не нравится ну тогда я могу прийти сказать ты что не совсем понял я благодарный и хочу чтоб ты по отношению ко мне поступал так как мне ты что не оценил то что я сделал так я еще могу подарить тебе что-нибудь я еще раз мне не тяжело я могу сказать спасибо и это что у нас будет язычество послушайте иногда он поступает с нами как бы корректируя нас в каких-то вещах корректируя нам нравится когда у нас корректируют не это хорошо для нас да а нравится это просто послушайте это очень просто один раз мой мальчик поехал в лагерь это был лагерь английский язык на черном море там с аквалангами со всеми делами я приезжал к нему туда смотрел мне понравилось мне понравилось и когда он приехал я его спрашиваю сынок тебе понравилось он говорит да а еще поедешь вот так и мы то есть мы знаем что нам это хорошо а хотите чтобы он вас корректировал нет чего это же хорошо но нам это не нравится но послушайте когда мы благодарим мы благодарим не для того чтобы получить что-то в будущем мы говорим за прошлое и это корень нормальных взаимоотношений если вы приходите к близким и друзьям и вы дарите им подарки вы дарите им чтобы они вам подарили нет потому что у вас есть с ними взаимоотношения и этим вы выражаете свои чувства чувство признательности чувство благодарности уважения почтения различные чувства чувство любви различные чувства различные эмоции выражаются через ваши подарки это нормально и это часть которая называется взаимоотношения но не нормально если вы приходите и говорите слушай я тебе подарил ну ты же помнишь я тебе подарил ну теперь же ж ты понимаешь ты ж ты не должен Бог видел я положил ты ж все видишь так вот я пришел и шо теперь же ж ты понимаешь что ты должен шо это взаимоотношения послушайте даже не вопрос во взятке как это ни странно если вам будут дарить подарки для того чтобы вы что-то делали вы будете чувствовать что вас что используют покупает использует понравится вам это в тот самый момент когда вы поймете это отношения будут почему же мы иногда так с Богом поступаем понятно чем я говорю на второй парте понятно чем я говорю еще раз простите я когда говорил вы просто общались когда вы даете подарки на будущее это еще раз еще раз только медленно скажите пожалуйста если я вам подарю что-нибудь за то что вы мне что-то хорошее сделаете желательно больше чем я вам подарю как вам это понравится нет вы почувствуете что я что сделал вас использую я вам даю чуть-чуть чтобы вы мне дали больше вам понравится тогда вы все поняли не надо так поступать по отношению к Богу ему тоже это не понравится и что мы видим когда Ноах вышел из ковчега он построил жертвы я когда-то задался вопросом послушайте ребята скажите мне пожалуйста написано о том что он принес из скота чистого ну во первых вопрос откуда он знал что этот скот был чистым и почему он принес именно из скота чистого а из нечистого не принес почему он так сделал да он был взрослым мальчиком он понимал что нечистых всего лишь и если одного убить то второе как-то размножаться не захочет но он был достаточно взрослым что жал по 7 пар по 7 пар 14 тех было 2 а тех в 7 раз больше 14 то есть он понимал этих можно а тех как-то не очень потому что ну вы помните сколько но и было когда вообще вся эта история была сколько было ему 600 когда началось а когда закончилось было немножко больше 601 даже до такого возраста уже можно понять что можно делать в этой жизни а чего не стоит то есть он уже догадывался к чему может привести и принесение всех нечистых бы просто не было а может было хорошо не было бы этих споров да ну вообще тогда этих споров не было был факт еще другой понимаете в чем дело все ключевое слово какое все оказывается кушать можно было все я понимаю что бог просто тогда ну ненавидел всех потомков ноя разрешил им кушать все но вообще он что сделал не еще ключевой момент слово там было правильно открывать 9 главу я понял ключевое слово ключевое слово ключевое слово ключевое не умеете читать ну в первом стихе за предлогом и что написано благословил он ключевое слово какое благословил и благословение было в том что он разрешил им все это кушать понятно да оказывается он всевышний творец разрешил людям кушать все и это было частью благословения вторая часть удивительно заветное заключен был не только с людьми но и со всеми животными живущими на этой земле знаем мы или не знаем согласны мы не согласны хотим мы или не хотим все живущие до сегодняшнего дня на этой земле находятся в завете нохо да ну радугу видел кто нибудь видели значит завет извините говорите в детстве ну видели ничего не поменялось того момента все хорошо такая же все хорошо вот с вашего детства еще продолжается понятно да итак друзья мои и это все было в ответ на то что один человек сказал по-настоящему спасибо он имел благодарное сердце то что он сделал не имело никакого смысла с точки зрения того что я вот сделал а теперь ты мне ничего потом все уже было позади все уже закончилось и нохо вышел и сказал по-настоящему спасибо подумайте вообще много ли чистых животных на этой земле много много достаточное количество а теперь подумайте нужно было поставить достаточно большой жертвенник заготовить достаточно большое количество дров потом зарезать раздел и сжечь и все это для того чтобы сказать просто спасибо и богу как это ни странно это понравилось не только он принял это ему еще и понравилось и он благословил не только нолаха но и всех его потомков то есть простите нас с вами тоже хорошо быть благодарным но он это делал не для того чтобы а потому что ясно да за 7 отходим на 5 минут на перерыв так